МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, друзья! Друзья, в эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие телезрители! Это телешоу телеактивной. С вами мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. Итак, мы рады представить вам сегодняшних игроков. И сегодня вместе с нами играют участники творческого объединения Якутин Старс Интертеймент. И мы рады пригласить в нашу студию первую команду. Это Егор Сивцев, Айсен Иванов и Айтал Павпопов. Этих ребят вы знаете прекрасно, потому что ребята у нас из Snow Voice. Всем привет! Очень рада вас видеть в нашей студии, таких красивых. Расскажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду. Наверное, Snow Voice. Чутка поменяли? И наша команда? СВФ. И наш девиз? Сила Фэмили. Игорь Сивцев, уроженец Черопчинского улуса. По специальности инженер-проектировщик автодорог, аэродромов и мостов. И свою работу в проектной организации успешно совмещает с творчеством и музыкой. А еще Егор, участник проекта Ункёля, танцевал в паре с Василеной Шариной. Так что можно смело утверждать, что человек он разносторонний и талантливый. Айсен Иванов родом из Кобяйского улуса, села Сайлык. И сегодня всем своим родным и близким передает привет. В прошлом году получил диплом о высшем образовании СВФУ по специальности культурологии и социокультурное проектирование. Но решил не останавливаться на достигнутом и продолжить обучение. На данный момент он магистрант филологического факультета, изучает рекламу и пиар. А участие в проекте Snow Voice считает своей отдушиной. Хотя работа в каворкинг-пространстве «Точка кипения» тоже довольно-таки творческая. Он организовывает мероприятия для школьников. Самый молодой участник группы Snow Voice это Айтал Попов. Ему 19 лет и он студент СОФУ, изучает французский язык. А еще он модель, часто занят в рекламных съемках, любит танцевать и в группе ответственен за хореографию. И, конечно, мы не могли отпустить Айтала без песни на французском языке. А теперь давайте поприветствуем вторую команду. Айстон. Это Сергей Гронин, Константин Харитонов и Артем Шарин. Привет, привет, ребята. Очень рады видеть вас в нашей студии. Пожалуйста, название вашей команды и, возможно, девиз. Мы команда Айстон. Достигнем. Мы Айстон. Достигнем любой тон. Уроженец Алекминского района Сергей Гронин учится в Институте математики и информатики СОФУ и уже работает по специальности учителем информатики в САХА Корейской школе. Его ученики – это учащиеся с 7 по 11 класса. Сергею очень нравится работать учителем, хотя поначалу были опасения, что школа – это всегда нервная работа, что дети будут не слушаться. Но все в итоге оказалось наоборот. Быть учителем – это тоже творчество, и все дети талантливые. А у меня учатся исключительно такие ребята, признается нам Сергей. Покровчанин Константин Харитонов с дипломом Горного института решил полностью отдаться творчеству и в группе Айстон пишет тексты к песням о любви, о жизни. Сначала, как и многие подростки, слушал рэп, его кумирами в мире музыки был Eminem и 50 Cent. А позже решил испытать в сочинительстве и свои силы. И у него прекрасно получается. Артем Шарин своей родиной считает сразу два улуса – Мигина Конголасский и Усть-Алданский. Имеет диплом, дающий право преподавать английский и якутский язык. Но с этим Артем решил пока повременить и поступил в магистратуру СВФУ на Филфак. Артема можно назвать и нашим коллегой. Он умело управляется с видеосъемками и монтажом, и даже берет заказы. Правда, такого видного оператора частенько узнает публика и просит автограф. Это так странно и в то же время приятно улыбается Артем, не привыкший к вниманию поклонников. Команда Красных начинает игру первыми. Кто у вас? Артем бросает кубик. Получше, чем у тебя. Можно, конечно. Два. Говорить. Тут нужно будет говорить на русском языке. Время. Время, да? Да. А это из-за чего вы меня иногда ругаете? Из-за этого меня… Опоздание? Нет, нет. Время. Именно чего-то нет из-за этого я… Ответственность. Нет. Нет, у меня чего-то нет. Одежда. Ага. Я ничего не делаю. Я ничего не делаю. Гладить. Да, это существительное слово. Гладить. Нет, существительное… Утюг. Да. Утюг. Да. Утюг. 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 Артема вырубается. Артем, двигайте вашу фишку красного цвета на два шага вперед. Вот эта, да? Фишка красного цвета. Да, красного цвета. Так, раз. Раз и два. Нет, в розовый. В розовый угол. А вот так вот? Да, у нас идет змейка. Змейка. Хорошо. Из-за чего вас ругают? Ответственность ее в команде. Команда синих продолжает игру. Snow Voice. Угадали. Айгалка сайлок. Какую цифру хотели бы? Любую. Пять, два, три, четыре. Рисовать. 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 Время. Ага, глаза. Ага. А, Египет? Смот. Это что? Это действие, да? Видишь? А, это какая-то юрта? Индеец? Сетка? Сетчатка, класс. И... Радужная булочка? Это что, баскетбольная сетка, да? А, нет, нет. Это что? Смотреть... На... На... Смотреть на что-то. Знаки, знаки. Пять секунд. Знаки дорожные? Нет. По один время. Ваш ответ? Ваш ответ? А, мой ответ? Да, да. Какой правильный ты ответ? Почти, я смотрю до справедмечательностей. Ну, почти, да? Ну... Это я пирамиду пытался, Биг Бен хотел, Эфиолю башню пытался, Брандебургские ворота. А мы можем... Можно было, да, написать словами? Словами нельзя. Словами нельзя. Ну, сетчатка, глаз, да. Сетчатка, глаз. Я думал, ну, здесь сетка, но, видад, иди, она. Да, Тайта, присаживайтесь на диванчик, ваша фишка стоит на месте, а игру продолжает роман красных. Ну, почти, почти. Почти, волк. Константин. Тогда, вон, сколько было бы, да? Да, и... Давай. Давай шейди, пирамида, и шейди. А, два тоже. Говорить. Вам сегодня везет на говорение. Время. А, то, что летом люди купали? Шортики, футболки, велики. Используют доску. А, скиборки. Сёрфинг, сёрфинг. Хорош. Сергей. Не стащит. Так. Двигайте вашу фишку на два шага. Красного цвета. Камбэк. И раз, два. Так. Она тяжелая. Егор бросает кубик. Нужно догнать и перегнать команду красных. Сной войс. А, рисовать. Время. Лицо. Портрет. Акне. Родинка. Пора. Вы. Волосы. Бородавка. Да. О. Ес. Один. Гирбар. Так. Да. Егор. Двигайте вашу фишку синего цвета на один шаг вперед. Шарик. Так. Вы наконец стартовали в нашей игре. Стартовали. Да. А к игре присоединяется команда красных. Стартовали продолжает игру. Артем бросает кубик. Мне молчать нужно. Какое задание вы хотите? Наверное, то, что никто увыляет. Стоп-кадр. Стоп-кадр давайте. Ну посмотрим, достанется вам или нет. Пять. Пять. Так. Двигаемся. Раз, два, три, четыре. Пантомима. Время. Начинаем. Открывать. Печка. Печка. Красишь. Рисуешь. Красишь. Красишь забор. Забор. Кисточка. Красить, да? Открываешь. Красить. Как-то сложно показывать. Красить полы. Это что? Красить. Рисовать. Кисточка. Компьютер. Ручка. Ручка. Рисовать. Красить. красить краситель красить как его как это называется маникюр педикюр артем как то вы очень некоторые сразу же двигайте вашу фишку на 5 шагов вперед это не считается да вот нет вот как раз думать так показать очень серьезный время начинаем когда вот вы бываете ведь в частном получается вот доме часто что-то тикает часы и первое слово оно какое есть прилагательное давние он уже умер имеется ввиду уже не особо не работает время прошло и сломано почти и где находится дарой летом куда мы отдыхаем ехать куда мы едем отдыхать на дачу и первое а часы на даче до ответ старинные на даче но не успели так фишка стоит на месте но можно было команды красных пожалуйста ваш черед говорите время автомат вы уже сказали слова и это нужно объяснять словами слова автомат вы уже скажете на диванчик автомата много бывает восходится шансов давай сможешь какую цифру хотели бы уже без драйв пять раз два три четыре пантомима время мы пойдем на сцене миг микрофон здесь прямо сейчас мы находимся в телевизии это тв шоу зрители ааааа фанатка фанаты фанаты фан клуб это концерт новогодняя елка фан митинг фан 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 фандом это елка что ли? елка фан фан флистримить любить кого-то фан фанате 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 фан я с вами не играю мы поем это сложно это сложно фанаты вы угадали фанаты как он хорошо показывал что вот да ну поп звезу показать да нет ну я же вначале небольшую подсказку вам дала это ваша тема так команда с краской продолжает игру Сергей бросает кубик шестерку давай ладно ладно шестерку аистона уже перешла экватор нашей игры четыре раз два говорите начали три слова я могу говорить это три слова да слова считания получается это первое слово то что плавает в воде акула дерево нет только что было рыба да рыба второе слово давай давай там предлог есть рыба что делается из помидоров томат да рыба 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 в томате рыба в кляре я в кляре томатном соусе рыба в томатном соусе рыба в томатном соусе мне понравилось особенно что плавает в воде дерево так раз два три четыре нет четыре так команда красных аистон буквально вырвалась вперед рыба 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 так давай сядь два два фантомима фантомима ага время поехали одно слово зарядка физкультура упражнения физкультурные упражнения одно слово можно показать же можно показать сколько слов два слова физкультурные упражнения физкультурная зарядка утренняя зарядка во время ответ какой физическое занятия упражнения упражнения нет Нет, слово физически не говорили. Именно надо слово в слово, да. Упражнение Айтал говорил несколько раз. Физкультурные упражнения. А это не считается, да? Не считается, к сожалению. Но показывал хорошо. Так, команда красных продолжает игру. Я хочу напомнить, что если сейчас Кубик покажет цифру больше, чем 2, значит, вам нужно будет выполнить 2 задания. Так что. Стопкадр и пантомима. Один или два надо? Два. Два надо. А если больше? Если больше, то два задания надо будет выполнить. Три. Два задания. Так, вначале нужно справиться с пантомимой. Время. Надевать. Наряды. Пуховик. Рубашка. Достежки. Надевать. Примерять. Примерять. Примерать одежду. Одежду. Рубашку. Примерять одежду. Наряды. Костюм. Примерять, да? Примерять, да? Примерять. Примерять. Наряжаться. Одевать. Надевать. Это что такое? Беременные. Надевать. Примерять одежду. По-другому. Примерять, рубашку. Футболку. Одевать одежду. Что это? Ремя. Ответ. Примерка одежды. Примерка одежды. Да, надо точно сказать это словосочетание. Присаживайтесь, ваша фишка стоит на месте. Справедливость восторжествовала. Команда синих продолжает игру. Айтал бросает кубик. Шестерка. Жесткого раунда. Что, давай, ага. Один где-то. Нет. Так, Айтал, вам нужно будет объяснять словами. Что за день сегодня? Время. В редакциях ВОК выпускается каждый месяц. И это три слова. Газета? Сейчас начнем с первого. Есть старая, есть новая. Свежая. Свежий выпуск. Правильно. Второе. Это вот редакции, допустим, ВОК, Эсквир, Эль. Это что? Журналы. Ага. И каждый что? Каждый день и каждый... Серия? Час. Больше, больше, больше. Каждый день, каждую неделю и... Каждый год. Каждый месяц. Ага. И теперь соедините эти три слова. Четыре секунды. Ежедневный, еженедельный. Ежедневный, еженедельный. Ежедневный журнал каждый месяц. Ежемесячный, новый журнал. Новый ежемесячный журнал. Тоже почти. Тот-то времени. Ну, рядом, да. Чуть-чуть не хватило. Команда красных продолжает игру. Я хочу напомнить, что если цифра выпадет больше, чем осталось вам шагов, нужно будет справиться с двумя заданиями. Двойка. Один или два? Два. Константин бросает кубик. Двойку. Трилли. Пантанима. Время, поехали. Машина? Есть на машине? Поднимает тяжесть. Грузовик? Грузовик? Ага. Грузовой. Грузовой. Грузовая машина. Тяжесть поднимает? Да. Тяжесть поднимает? Канимул. Тяжеловес. Нет, КамАЗ. Грузовик. Урал. Грузовик. Ага. Контейнеры, контейнеры. Контейнеры ВОЗ. А, это который у вас не было. А, который поднимает? Это контейнер поднимать? Подниматель контейнеров. Контейнер подниматель. Контейнер ВОЗ. Нет, контейнер подниматель. Он поднимает контейнеры. Время. Ответ какой? Грузоподъемник, который поднимает тяжесть. Константин, присаживайтесь, ваша фишка стоит на месте, и я опять повторяю, справедливость, она все-таки есть. Главное не пустить шанс. Егор бросает кубик. Какая же цифра? Шесть. Вау, брат. Шесть это стоп-кадр, присаживайтесь на диванчик. Бузя, Бузя, Бузя. Где? Терминатор, два, судный день. Правильно? Правильно? Айтал так нервничаешь, а Егор и Айсен, вы согласны? Да? Так, давайте посмотрим, так это или нет. Это кто? Да, я считаю, что это да. Да! Да! Красота, шесть. Шесть шагов вперед. У нас как будто бы насмерть борьба. Наконец-то мы сдвинулись с места. Три, четыре, пять, шесть. Ну, хоть что-то, хоть что-то, да. Так, ребята. Это было дико. Это было дико. Команда красных. Сергей бросает кубик. Два, 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 два. Пантомима. Поехали, поехали. Ковбой. Это мешок для... Ремешок для пистолетов. Ремешок для пистолетов. Карман для пистолетов. Кармашек. Полицейский. Кармашек. Как мне говорите? Револьвера. А, до стола. Достольный. Нет, пистолет. Кармашек для пистолета. Карман для оружия. Карман для ружья. Карман для... Петти-кун. Пистолетник? Нет, пистолетник. По-другому. Кабура. Пистолетник. Пистолетник. Я не знаю, что это такое. Пистолетник. Я не знала. Но кожа такая бывает. Я открыл для себя новое слово. Пистолетник. Три. Раз, два, три. Рисовать. Рисовать. Уча. Нет. Время. Ага, человек. Человек. За окном, дома. А за что? Ой-ой-ой. О-о. Рент-ТВ. Это больница? Ага. Доктор. Медсестра. Больной. Больной? Ну да, Рису быстрее. Халат. Медицинский халат. Ну, халат. Халат. Да, халат. Халат. Ну, как-то вы... Рису. Рису быстрее начали. Да. Очень издалека начали. Двигайте вашу фишку на три шага вперед. Красавчик. Раз. Два. Три. Отлично. Отлично. Я за вас рада. Так, Артем бросает кубик. Игра становится все интереснее и интереснее. Два. Два. Вау. Да. Вам нужно справиться только с фантомимой. Выбираем карточку. Ой. Время. Мешок. Мешок. Рюкзак. Почти так. Рюкзак. По-другому. Сумка. 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 У-у-у. Хорош. Так, и в этой игре у нас... Да. В начале для этого, конечно же, вы... Давайте все вместе поставим. Давайте все вместе поставим. Двигайте фишку на два шага вперед. Оттуда. Отсюда. А, отсюда. А, отсюда, да. Тера. Го. Раз, два, три. Раз. Раз. Два. Ура. У-у-у. Победителем сегодняшнего шоу становится команда Айс Тон. Давайте поздравим. Это были важные романтики в телешоу Телеактивно. Что ж, дорогие друзья, вы поняли, что даже порою самое простое слово довольно-таки трудно объяснить. Учитесь, понимая друг друга вместе с нами. Это была телепрограмма Телеактивно. С вами мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. Встретимся на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok